Мы будем рассматривать многочлены от одного переменного x со старшим коэффициентом 1. Будем говорить, что два таких многочленов b и q коммутируют, если b, q, x, соответственно, равно q от b от x. Для любого x. В смысле сравнимо, а в смысле просто равно. Ну как это написать? Ну вообще просто равно. Для любого x, то есть, если коэффициенты посчитаете, вот раскрыть все скобки и так далее, то строкс обойдет. Так, ну и нужно доказать некоторые факты, связанные с вот этим коммутирующим коэффициентом. Пять пунктов в этой задачи есть. Значит, пункт А. Для любого числа α нужно найти все многочлены фу, такие, что они будут коммутироваться с такими многочленами x квадратами минус α. Вот. Многочлен со старшим коэффициентом 1. Вот, ну, в том случае, нулевой степени нам неинтересны, мы просто 0,1 составляем, смотрим, коммутируют или нет. Вот так, ну теперь, значит, да, до степени не выше 3. Код x все-таки надо найти. А, найти многочлены q, если степень не больше, чем 3. Напишите, пожалуйста. Эта задача, это не просто задача. Так что, Андрей, абсолютно молодец, что эту задачу взял. Найдем многочлены первой степени. Так мы рассматриваем на решение только со старшим коэффициентом 1, значит, что в первой степени будет выглядеть как-то так x плюс некоторое констанкта b. Ну, подставим его вот сюда. Значит, нужно понять, что x плюс b квадрат минус α должно быть такое же, как и x квадрат минус α. Все вот эти вот q многочлены, у которых... Да. Найти для данного числа α, найти все такие b, что выполняется тождество. Да, а bx обязательно равен x квадрат минус α. Да. В общем. Понравится? Пожалуйста, четко, значит, пишите. x квадрат плюс 2 bx плюс b квадрат минус α. С квадрат минус α плюс b. Так, ну, x квадрат сокращается, сокращается и остается... b равно в друг. Ну, это неудивительно. Это просто тождество... Многочлен район x. Да, многочлен район x. Ну, а еще видно, что вообще многочлен бадрат x равен x коммутируется с любым. Да. Тождественное преобразование коммутируется с любым другим преобразованием. Просто мы доказали, что других вот таких b нет. Да. Вот. Так, теперь найдем все многочлены второй степени коммутирующихся здесь. Все многочлены второй степени. Выборки будут аналогичными. Так. x квадрат плюс bx плюс c. Должен коммутируется. Ну, понятно, что по старшей степени у нас будут совпадать. По третьей степени. Вот если мы здесь расскажем сколько, у нас получится 2x в кубе. А вот здесь у нас не будет третьей степени. Ну, значит... Да, 2bx. Это означает, что b равно нулю. Отлично. Вот. Значит, значит, b равно нулю. И, значит, надо заново переписать наши тождества, только уже с учетом того, что b равно нулю. Значит, это будет x квадрат плюс c. Кубератье минус сайфер равняется. x квадрат минус сайфер. Кубератье и плюс c. Да. Теперь посмотрим на коэффициент при x квадрате. Здесь у нас будет 2c x квадрат. Ну, то есть 2c. Коэффициент при x квадрате будет 2c. 2c. А здесь минус 2a. Да. Минус 2 альфа. Альфа, да. Вот. Это означает, что c равно минус альфа. Ну, все. Мы нашли... Значит, единственное кричитное, которое теоретически может подходить, это x квадрат минус альфа. Но он ничего не подходит. Ну, это опять. Каждый многочлен сам с собой всегда коммутирует. П от x равняется 5 от п от x. Значит, мы нашли многочлен... Все многочлены второй степени. Я был единственным. Теперь третья степень. Пусть у нас есть многочлен третьей степени. x квадрат плюс bx квадрат плюс cx плюс d. Опять же, посмотрим на креффициент при пятой степени. Ну, при шестой, понятно, будет у обоих единицы. А вот при пятой здесь будет 2b, а здесь в пятой степени будет... То есть 0. Да, 0. b равно 0. Так, b равно 0. Кроме того, коэффициент при третьей степени. Здесь его опять же нет, здесь вообще только черные степени есть. Да. А здесь он равен 2bc плюс 2d. Давайте я на всякий случай говорю, откуда берется 2bc. Это понятно. Это мы берем, когда будем умножать... bx квадрат умножаем на cx, или наоборот, cx, понимаете, да? На bx квадрат. Так что действительно коэффициент такой. Ну, b равно 0, поэтому... Поэтому d тоже равно 0. d тоже равно 0. Замечательно. Значит, на самом деле, наше решение третьей степени выглядит как... x куф плюс cx. Да. Ну, давайте это перепишем. Тут тоже, наверное, нужно скобочки раскрывать. Ну, это не сложно. Минус 3x четвертый альфа плюс 3x квадрат альфа квадрат минус альфа квадрат минус альфа квадрат плюс cx квадрат минус c альфа. Минус ц альфа. Отлично. Так, и можем, чтобы этих мы решили альфа все... Давайте просто выпишем подряд коэффициенты. При x шестой совпало единица. Да, это все время так звучит. Вот. При x четвертый надо просто выпили с истиной. При x четвертый у нас получилось, что 2c равняется минус 3 альфа. Минус 3 альфа. Прямо решите. 2c равняется минус 3 альфа. Замечательно. Дальше. Здесь у нас просто c квадрат. А тут у нас 3 альфа квадрат плюс c. 3 альфа квадрат плюс c. И что еще? Свобода еще. Альфа. Там минус альфа плюс альфа. Плюс альфа равняется... Чего-то ужасного. Минус альфа куб минус c альфа. Минус альфа куб минус c. Так, ну давайте. То есть первое уравнение надо найти c, подставить во второе и третье, и посмотреть, когда это было. Какие условия для дата. Понятно, что c равно у нас минус 3 альфа. Это же очевидно. Так. Ну давайте по-честному подставляю. Тут ничего не придумаешь. 9 четвертых альфа квадрат плюс 3 альфа квадрат плюс 3 альфа квадрат плюс 3 альфа. Ну один вариант. Альфа равно нулю. Да. Ну и тогда все понятно. Альфа равно нулю. С равно нулю. Конечно, многочлен x квадрат коммутирует. Многочлен x в куб. Да, x квадрат коммутирует c в куб. В общем, альфа равно нулю нам не интересно, поэтому мы сократим здесь. Нет, почему? Это один из случаев. Ну да. Просили для любого альфа, значит, такой случай вполне себе и есть. Да. Или альфа равно нулю, где я царом. Да, это один из случаев. Так. Значит, альфа не равно нулю. Надо сократить на альфа в обе части. И получим следующее. Ну, 3 вторых сюда перенесем. Значит, 3 вторых имеется 3 минус 9 четвертых. Значит, 3 минус 9 четвертых это 3 четвертых. Да. Значит, альфа это 2. Отлично. Вижу. Альфа это 2, а ц это минус 3. Ну, осталось проверить вот для этого примера, что для этого он подходит. Ну, подставим давайте. Минус 2 будет равняться минус 8, минус 2, то есть плюс 6. В общем, подходит. Минус 2 это минус 8 плюс 6. Получилось. Значит, вот есть, оказывается, такие два многочлена. То есть x квадрат минус 2 и x куб минус 3x. Минус 3x. Хорошо. Ну, а для других альфа-стоятельств не существует. Кубических многочленов. В два случаях.